Итак, дорогие друзья, доброе утро! Мы изучаем Мишлей, притчи царя Соломона. Меня зовут Ицкат Пентусевич, и мы продолжаем изучать Тору. Каждое утро в 10.00, с Божьей помощью, мы изучаем Тору на этом уроке. Плюс есть еще десятки-десятки уроков, слава Богу, на платформе Ваикра, которая объединяет сейчас уже около 100 преподавателей Торы и более 30 тысяч тех, кто хотят учить Тору на Фейсбуке, группа в Фейсбуке, да. Это очень отлично, то есть это настолько хорошо, мы делаем такое большое дело с Божьей помощью, что Божественный Свет, вот цель наша была Ваикра и Возвал, переводится само слово, и Возвал, когда Бог, Он говорил, Машара Бейна, пророкам. И сейчас все это записано в Торе, и мы, значит, бах, изучаем все вот эти вот святые книги, лично со мной мы изучаем, лично со мной мы изучаем Мишли, притчи царя Соломона, а с другими преподавателями разные другие книги, вот, поэтому найдите себе уроки удобные, когда вам удобно, мы стараемся, чтобы постоянно были уроки, и главное это принял информацию, ее понял, запомнил, структурировал, кому-то рассказал, поделился, и начинаешь делать, и жизнь меняется в лучшую сторону, и соединяешься с вечной жизнью через слова Торы. Да, сегодня у нас пост, кто знает, по 17-е это муза, слава Богу, что мне даже не надо рассказывать про этот пост, потому что у нас есть и уроки, и статьи про этот пост, и есть люди, преподаватели, которые каждый, вот, каждый, он в чем-то должен разобраться в какой-то одной вещи, и быть в ней специалистом, вот, я стараюсь разобраться в Мишлей, это в притчах, мне очень хочется понять глубоко, разобраться, понять, запомнить, и принимать все свои решения в жизни, исходя из, исходя из вот этой вот мудрости, которую царь Соломон получил от Бога, как пророк, и которую он обдумал, и которую он нам передал, а мне хочется ее понять, запомнить, и принимать все свои решения, исходя из того, что мы изучаем, это будет очень хорошая жизнь, я уверен, вот, поэтому, поэтому мы изучаем, все. Хорошо, и мы дошли уже до отрывка седьмого, седьмой отрывок, напомню чуть, шестой отрывок, шестой отрывок говорил нам в шестом отрывке царь Соломон, он нам сказал такое, что уста грешника по вожделению, они приводят его, вводят его в ссору, и, значит, пив его рот, ле ма лю мод икра, он вызывает на него побои, побои вызывает на него, представляете, то есть грешник по вожделению, он живет, как он хочет, он вроде такой, казалось бы, но это отлично, даже много есть сейчас психологов говорят людям, не сдерживайте себя, делайте, что вы хотите, жизнь это делать то, что ты хочешь, хочешь, делай. Царь Соломон нам говорит, нет, говорит, если ты будешь так делать, у тебя будут ссоры с другими людьми, и у тебя будут потом вплоть до побоев неприятности, потому что если ты будешь делать то, что хочешь, не считаясь с другими людьми, то это очень конфликтный путь, который неизвестно, куда тебя приведет, потому что то, что ты называешь «я хочу», по факту это хочет твое внутреннее животное, а у животного, у него совсем другая жизнь, другие интересы, чем у человека, то есть, казалось бы, да, живет себе человек, он в своем теле находится и привык говорить там, я ленивый, а это не он ленивый, его душа, она вообще божественная душа, он мыслями, человек, может за пять минут в марафон пробежать и поднять 200 килограмм, в мыслях любой же может это сделать, то есть, человек, это его мысли, это его осознание, а вот это вот его тело, которое не хочет, которое тяжело, которое все время, особенно если это тело не тренировать, то оно расползается вообще, распадается, и жиреет во все стороны, и становится слабым, это не я, это мое тело, то есть, если у человека есть вот правильная вот такая вот система восприятия себя, которая называется мелых цари, мелых это моах на первом месте, первая буква в слове мелых цари, да, это м, это моах, то есть, у человека должно быть на первом месте его человеческое рациональное мышление, потом лэв, потом сердце, потом эмоции, то есть, мозг должен управлять сердцем, Не сердце должно управлять мозгом, а мозг сердцем. И потом только на третьем месте кавет, мелых это кав, последняя буква, это печень. Печень это как бы центр вот этого тела, биоскафандра, в котором вырабатывается кровь, а в крови животная душа. Если у человека вот в таком порядке жизнь выстроена, то конечно, когда вступает в противоречие интеллект с эмоциями или интеллект с телом, то должен побеждать интеллект. Понятно, да, идея? Теперь, значит, двигаемся дальше. Это мы поняли, шестой отрывок был. Теперь седьмой отрывок, вот седьмой отрывок 18 главы говорит нам царь Соломон так. Пиксиль, род Ксиля, род вот этого грешника по вожделению, махитало, сокрушение ему, то есть его род, сокрушение ему, усватав, его уста, мокешновшо, это подстава, ловушка, мокеша, это подстава, ловушка для его души. Значит, как эта штука работает, смотрите. Есть у человека род, род, а есть у него уста. Род это внутри, как бы уста это снаружи. Это метафора, что в Пи, это когда царь Соломон говорит род, имеется в виду внутренний диалог. Значит, Ксиль это грешник по вожделению. Значит, как происходит внутри, внутренний диалог у грешника по вожделению? Он, значит, например, сидит он, сидит он, идет он по городу, например, да, пост, грешник по вожделению. Он знает, пост 17-го томуза установили мудрецы в память о пяти несчастьях, которые произошли в этот день. И эти несчастья, они были, как бы, началом еще больших несчастей. И поэтому постановили наши мудрецы, что в память о тех несчастьях, и это время считается сейчас самое плохое время, начиная с сегодняшнего дня. И на протяжении трех недель, 21 день, это называется Беном и Царим. И этот промежуток называется между теснинами, между двумя самыми большими неприятностями, которые были в еврейском народе. Вот пять было сегодня, 17-го томуза, и пять было 9-го ава. Вообще страшные такие неприятности. Первый храм разрушен, второй храм разрушен. И все были, начало Первой мировой войны, начало Второй мировой войны. В общем, страх, это страшные времена вот эти, да, такие. И сказали нам наши мудрецы, что парни, то есть еврестий народ, да, в этот день сегодня поститесь, молитесь и как бы осознайте, что нельзя жить неправильно. Если жить неправильно, если жить не по Бога заповедям, если жить не по Торе, приходит раздача, приходят неприятности. Бог, Он не играется с нами, Он в Торе все сообщил, говорит, будешь делать добро, будет добро, будешь делать зло, будет зло. Есть жизнь, есть смерть, выбери жизнь, прям Бог так сказал, выбери жизнь, но у тебя есть выбор. Теперь, значит, в этот, да, серьезные решения никакие лучше не принимать в этот период, но опять лучше всего советоваться с раввинами, потому что, если вот Максим, например, в Тиве, я советую идти к Раппинка Свышетский и с ним советоваться. Иногда нам кажется, что мы знаем Тору, но по факту мы же не знаем ничего, мы так чуть-чуть понахватались пару идей. А раввины, они больше знают. В каждом случае, например, там, если это решение, которое, например, в это время, я не помню, там, вот переезжать, например, можно, если ты снимаешь квартиру, не нужно, но если ты можешь купить, и то нужно, потому что это не откладывают. Там есть нюансы, есть много нюансов, которые знают раввины, а мы не знаем. Но этот вот период считается, что он очень плохой. 21 день Беном и Царим, между Тиснин. Теперь, значит, идет, я сейчас это просто взял для иллюстрации, седьмой отрывок, который мы изучаем. Род Ксиля, грешника по вожделению, сокрушение ему. Усфатав, мукешновшо, а его уста, ловушка для его души. Как это работает? Идет вот такой Ксиль, и он, значит, думает, так, ну, мудрецы установили этот пост, значит, они, когда это было все, а сейчас же все хорошо, и какая сейчас разница. И он идет, вот это все думает, ну, вот они же установили, но они же меня не имели в виду. Если бы они знали, как я хочу кушать и пить, они бы мне разрешили, наверное, попить, мудрецы. Они про меня не думали, когда устанавливали пост. Я, значит, особенный, я изнеженный. Да, да, там же в Торе написано, что был такой Рабан Гамлиэль, по-моему, и когда он что-то сделал, нельзя было мыться горячей водой в трауре, что-то такое, а он помылся горячей водой, да. И когда его спросили мудрецы, а как же, как же ты можешь мыться, ведь нельзя, он говорит, мне можно, я изнеженный. Меня не имели в виду. И вот он к силе идет, у него внутренний диалог. И тут, значит, написано род к силе, род грешника по вожделению, сокрушение ему. То есть он себя идет и накручивает. Не, я не могу, вот у меня уже колети в животе начались, вот меня уже тошнит, вот у меня голова кружится. Не, 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 точно, я не могу уже. Это называется, он себя сокрушает. Теперь, усватав мокешнов шоу. А его уста, ловушка для его души. Теперь ему, чтобы покушать, ему надо сказать что-то, да. И он вслух может даже что-то сказать, значит, что все, я, значит, уже плохо себя чувствую, поститься не могу. И он съедает, значит, съедает бутерброд. Съел он бутерброд, потом он думает, ну я же уже бутерброд съел, уже же я не в посте. Значит, я сейчас и пиво выпью. Выпил он пиво. Потом, ну и где пиво, там и водка. Где водка, там и это. Пошел, значит, вечером пьяный по улице, где-то подрался. И, значит, его посадили в тюрьму. Вот так заканчивают все ксилим, грешники по вожделению. Плюс-минус они так заканчивают. То есть, слово за слово. И человек, который не может управлять собой, а им управляет его тело. Его тело до хорошего не доведет. Вот сто процентов. То есть, его тело будет его вести все время в куда оно идет. Оно идет в модилу, а душа человека идет в небо. И вот нужно больше себя отождествлять со своей душой. Понятно, да? Теперь, еще раз, но обычный человек, он не осознает. Он про себя, что он про себя скажет обычный человек? Я ленивый, я слабый. Это неправда. Это ярлык, который он полностью себя запаковав в этот ярлык, он уже тогда из этого ярлыка, уже не может вырваться из этого. Но если он скажет, тело мое, это животное. Да, тело животное, то есть, внутренняя корова. Это называется, у наших мудрецов это называется нефеш беемид. Называется душа животное. Так и называется. А есть у человека цехель элотит. Есть еще цехель, это интеллект. Он божественный цехель, да? То есть, он связан с Богом. Потому что вот эта вот способность разговаривать, мы ее не ценим. Разговаривать, обмениваться информацией, читать буквы, да? Это невероятно, ну невероятно сложная история, которая есть только у людей. Только у людей. И как бы ни рассказывали, что человек это развитая обезьяна, обезьяны читать не могут, не могут, не умеют обезьяны читать. Никак они не могут читать. И книжки писать не могут. И читать, и уроки. Хорошо. Значит, восьмой отрывок. Восьмой отрывок, значит, мы разобрали, что грешники, они себя своими же, своим ходом мысли, они себя ломают. А восьмой отрывок, он нам говорит еще про одного типа, как из этого вырвать ближнего. Ближнего из этого-то не вырвешь, Юлия. Человек сам себя, даже когда он хочет, вырвать не может. То есть, человек, он настолько, когда он хочет даже что-то делать, у него внутри такое сопротивление, что он с большими сложностями избавляется от вредных привычек, от вредных пристрастий и так далее. А другого вырвать, если другой сам не хочет, вообще очень сложно. Но если оба хотят, тогда в объединении двух людей, которые хотят себе что-то изменить, кроется огромная сила. У них появляется намного больше, намного больше поддержки, когда один другого поддерживает и так далее. То есть, если оба хотят измениться, то им надо объединиться. Если группа, эффект от групповой какой-то работы, вот эти общества анонимных алкоголиков, например, или там и так далее, это намного легче им избавиться от вредных привычек, чем человек в одиночку. В одиночку человеку очень тяжело, потому что внутри его происходит весь этот внутренний диалог, и обычно человек корове проигрывает. Дальше, восьмой. Восьмой отрывок. Он нам дальше расширяет, расширяет нам понимание, расширяет понимание. Вот, давайте поздравим. Дина Димурова, доброе утро, с Божьей помощью родила Соломона. Назвала мальчика Соломоном. Отлично. Дина Мазальтов, чтобы был у него успех в жизни, в Торе, в добрых делах. Женился, чтобы удачно. И тоже. Представляете? То есть, вот вчера Дина Димурова слушала урок Торы, а уже сегодня она родила Соломона. И сына назвала Соломоном. Вот это вообще круто. Хорошо, Мазальтов, Мазальтов. Дина. И здоровья маме, здоровья всей семье. Значит, восьмой отрывок. Восьмой отрывок. Девре нерган кемитлаамим. В эм я рду хадре ботен. Значит, дословно переводится так. Слова жалобщика, они кемитлаамим, они как пронзительные, как удары. И они спускаются в глубину его живота, в глубину его чрева. Значит, есть такой тип людей, типаж такой. Они называются жалобщики. Кто это такие жалобщики? Жалобщики это люди, которые вот они, ну, пессимисты. Обычно они пессимисты, эти жалобщики. Но они есть пессимисты не жалобщики. Они просто знают, что все будет плохо. А жалобщики, они на это жалуются. То есть, они внутри, все время у них кто-то виноват, а им плохо. И кто-то виноват. И жалобщики, они обязательно дойдут и до Бога. И до Бога они тоже дойдут жалобщики. Вот за что Бог меня так не любит? За что Бог мне так делает плохо? За что, за что, за что, за что Бог меня не любит? И они как бы программируют ситуацию. Есть такая вторая, ну, вторая это как набор законов, которые описывают. Они не то чтобы, они описывают эти законы, как работает мир. Один из законов, который мы учили в прошлой недельной главе, как раз Балакана называется, да, рассказывается, этот закон формулируется так. Тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. То есть, человек выдумывает себе, ставит цель или не ставит цель. Человек себе говорит, я, например, верю, что я буду в раю. Или другой говорит, я не верю. Один человек говорит, я, значит, моя цель в жизни это отдыхать, наслаждаться. Другой говорит, а моя цель в жизни это работа. То есть, человек сам себе выбирает путь, любой человек. Человек, его внутренним решением внутри, он себе выбирает путь. Мало этого, он себе выбирает также и себя. То есть, то, каким человек себя считает, это и есть та реальность, в которой он живет. Если вы будете говорить человеку, например, он считает себя умным, а вы будете ему говорить, что он дурак. Что он скажет? Что ты дурак сам. То есть, он скажет, ты вообще ничего не понимаешь. Вот я умный, по-любому умный. Или наоборот, он считает себя дураком, а ты считаешь, что он умный. Ты ему говоришь, да ты умный, ты умный. Он говорит, нет, 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 я же лучше себя знаю. То есть, у каждого человека есть некая цель. И интересно, что сущность человека очень легко определить по его целям, к чему он стремится. То есть, то намерение его, те его главные ценности, это как раз и является сутью человека. Теперь, смотрите, что говорит нам царь Соломон. Вот этот вот жалобщик, его слова жалобщика, они как удары, как удары. То есть, что он говорит? Бог меня не любит. Значит, Бог хочет мне плохо. Это как бы он устанавливает реальность, в которой он находится. То есть, если он в это верит, то это как бы тот путь, который он выбирает. Понимаете? Вот это очень удивительная вещь. То есть, он говорит, будет плохо, будет опасно. То есть, да, он себе выбрал этот путь. Бог его ведет по этому пути. Бог добрый. Но вот представьте ситуацию, вы подходите к человеку. Подходите вы к человеку и говорите, ты знаешь, я знаю, что ты негодяй. Ты мне хочешь только зла. Ты сейчас, конечно, делаешь мне добро. Ты вроде так и выглядишь нормально, улыбаешься мне. И ничего плохого пока не делал. Но я знаю точно, что ты мне сделаешь зло через ближайшее время. Что подумает человек про вас такое? Ну, как он говорит, да нет, я тебе хочу только добра. Вы ему говорите, нет, 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 только я же знаю. Ты, может, даже сам еще не знаешь, что ты мне хочешь зла. Но я-то лучше знаю. Вот так ведут себя пессимисты по отношению к Богу. И жалобщите по отношению к Богу. То есть, они как бы заранее описывают ситуацию, что будет плохо, Бог ко мне плохо относится, он меня не любит, люди плохие и так далее. И все эти его слова царь Соломон их сравнивает как удары, которые он наносит сам же себе. Он сам себе наносит эти удары. И что? И они спускаются к нему в глубину его чрева. Вот пишет, я здесь приводил комментарий Малбима. Малбим говорит, что... Что значит в глубину чрева? Что он внутри у себя устанавливает вот эту реальность. И он живет потом в этой реальности. И несмотря на то, что Бог его любит, что Бог приготовил для него все самое хорошее в этом мире. Но он себе сам лично это закрывает. Поэтому жалобщик, он... Жалобщик, он... Это очень плохая вещь. И, значит, когда-то я обсуждал тему жалобщиков. Жалобщик это тот же нападающий. Только он нападает не так. Знаете, есть люди. Ты мне делаешь плохо. А жалобщик, ой, мне так плохо, мне так плохо, никто меня не любит. Это то же самое. То есть, это нападение на окружающий мир. Только в такой вот хитрой форме. Когда человек, он вроде не нападает. Но по факту он нападает на всех. А мы знаем, что та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. И если человек, он воспринимает все как зло, то он живет в том мире, который вот он на себя его и притягивает. В общем, еще Дэл Корнеди, первая заповедь Дэла Корнеди, первая глава его системы, как приобретать друзей и оказывать влияние на людей, первая глава его книги, она называется так. Так, не жалуйся, не обвиняй, не критикуй, не жалуйся, не обвиняй. Он говорит, человек, который критикует, жалуется и обвиняет, у него не будет друзей. А так как самый близкий друг для человека это Бог, и если человек жалобщик, вот то, что говорит нам царь Соломон, если человек жалуется на Бога, то у него не будет дружбы с Богом. Это ужасно. Поэтому мы должны для себя вот эти два отрывка очень хорошо продумать и как это исправить. Значит, первым делом человек должен стать осознанным, и он должен начать наблюдать за своим внутренним диалогом и за своей системой оценок. Потому что многие люди, они оценивают себя, других, очень негативно и очень... Я вчера отцу читал ситуацию, он говорит, какая ситуация в Израиле? Страшная ситуация. Я говорю, не страшная, вообще не страшная в Израиле ситуация. Отличная ситуация в Израиле, все прекрасно. Нет, ты не знаешь, страшно. Я говорю, ну давай вот я тебе прочту статья. Сколько заболевших? Всего за все время 30 тысяч, 34 тысячи. А значит, сейчас больных 15 тысяч. Он говорит, это же ужасно. Я говорю, это не ужасно, это вообще прекрасно. Потому что за все время 340 умерших. За все время. 340 умерших, то есть 1%, 1,1% умерших. А теперь не всех же нашли, которые больны. Значит, от количества больных, умерших, 0,1%. Как, в принципе, от любой другой болезни. От любой другой болезни может быть осложнение и... Ну, то есть, 0,1% умирающих есть от любой болезни, включая там насморк какой-нибудь еще. Он говорит, значит, нет, нет, ты неправильно смотришь. Я говорю, ну давай еще посмотрим. Вот написано, тяжело больных, там, 100 человек, 150 человек. Он говорит, пока, пока. Там написано, пока тяжело больных, 150. Я говорю, ну убери слово пока. Откуда тот, кто знает, откуда тот, кто пишет статью, знает пока, пока. Может быть, пока 100, а будет 50. Может быть, пока 100, а будет 150. Он же не знает. Просто каждый человек накладывает на окружающий мир свои фильтры. Фильтры своего восприятия. И кто-то накладывает фильтры восприятия. Все будет хорошо. Бог меня любит. Это он там для меня делает какой-то урок. Я должен там что-то понять, осознать. Он меня от чего-то останавливает, куда-то ведет. Это искупление. Пускай будет здоровье вот Дамиру и его жене. Значит, будет полное выздоровление. Значит, дай Бог, чтобы были здоровы и... И жили до 120 лет, потому что... Потому что никто не знает. Вот, например, я сегодня шел и думал. Вот как было бы классно, если бы я переболел в легкой форме. Сейчас бы я мог бы там полететь куда-нибудь, да. А так не могу никуда полететь, потому что... Ну, те, кто болели, у них уже есть квитанция. Все, я переболел, у меня иммунитет. А те, кто не болели, квитанции нет. То есть, Дамир уже, он не боится, что он может заболеть. Он уже переболел. А все остальные боят. То есть, тут на любую ситуацию можно посмотреть. Жаловщик, он скажет, да, классно Дамиру. Вот везет же некоторым, уже переболел. А мне, как всегда, как всегда не везет, да, скажет жаловщик. А человек позитивный, он скажет, ну, слава Богу, и Дамир переболел. А я пока нет. А может и да, может и нет. Все к лучшему. Понятно? Все, друзья, значит, самое за других мы можем молиться. Очень хорошо влиять на других через молитву. Просить Бога, чтобы Бог ему открыл сердце. Молитва, личный пример. И, конечно, изучать. Все равно, человек, который хочет на кого-то повлиять, он должен изучать, как это сделать. Есть книга Роберт Чалдини «Психология влияния». Есть книга Дейла Карнеди «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». И там есть конкретно, он дает 12 советов. Есть 9 у него советов, как устанавливать хорошие и теплые отношения. Потому что пока у тебя человеком нет теплых отношений, ты не можешь на него хорошо влиять. А потом у него идет 11 советов, как влиять. Я вам скажу, что Дейл Карнеди, когда-то один раввин такой очень известный, Рава Риа Кацин. И Рава Риа Кацин, он был директором школы в Сайной Академии в Нью-Йорке. И он пришел к... тогда был один из глав поколения в Америке раввин. Рав Авраам Пам его звали. И он пришел к Рав Авраам Паму и говорит, мне нужно с детьми изучать что-то, кроме Торы. Что вы посоветуете, какую книгу изучать? И Рав Пам, он ему сказал, Дейл Карнеди, после того, вообще самое главное в Торе, это Медотто Вод. Хорошее качество характера и умение общаться с людьми. Так вот, Дейл Карнеди, по словам Рав Памы, по словам Рава Риа Кацина, это была вторая по полезности книга после изучения Торы. Вот, поэтому, если вы хотите повлиять на Сына, на других людей, значит, молитесь Богу, изучайте Тора, как можно влиять по Торе. И изучайте книги по психологии, как можно влиять по психологии. И молитва все равно, без молитвы ничего хорошего не происходит. Все, дорогие друзья, те, кто постятся, ЦОМ, КАЛЬ, всем легкого поста. Те, кто не постятся, спросите у раввинов, есть раввины, которые разрешают по каким-то определенным причинам не поститься. И кто болеет короной, вот, например, сын мне говорит, что объявили, что вообще не должен поститься. Поэтому не надо быть слишком умным, а надо быть человеком, который спрашивает, обучается, советуется, и это называется умный. По Торе называется мудрец Торы, Талмит Хахам, ученик-мудрец. То есть только тот, кто ученик, он всегда учит, он является мудрецом. И пертьевод мы учили, сказал царь Давид, он говорит, ми Хахам, кто Хахам, кто мудрец, а лумет Миколь Адам, тот, кто учится от каждого человека. Все. Всем прекрасного дня, легкого поста и хорошего, здорового лета. Все, всем пока.